Здравствуйте! Здравствуйте! Последний раз похристосаемся. Все. Я вас не отвлек? Ничего. Ладно, я успею. Слушаю. Вопросы я вам задаю сейчас. Первый вопрос я задаю. Вы не против, что выставлять все в интернет? Нет, не против. Ну все, во славу Божию, давайте. Значит, вот смотрите, 1 Тимофея, 2 глава. Итак, прежде всего прошу совершить молитвы, прошения, моления, благодарения за всех человек. А чем отличается молитва и моление? Моление – это длительное моление, церковное. Час, может полтора, два. А молитва, я сказал Господи, прости меня, вот это молитва. Это молитва. А моление состоит из множества молитв. Как сказать, стихотворение и сборник стихов. Понятно. Так, тогда сразу второй. Павел говорит, что… Секундочку. Я отсутствуя телом, но присутствие у вас духом, уже решил, как находясь у вас, сделавши такое дело. Ну, в общем, вопрос в том, как это отсутствие телом, но присутствие духом. То есть находился он в другой стороне, в другом регионе, может быть, за целый континент. Но духом, то есть умом с вами, ваши переживания, они у меня на сердце. И я присутствуя с вами, вижу этого негодяя, которого вы не отлучили. Я вместе с вами нахожусь, как бы. Вы обязательно учитывайте. Тогда сегодня можно по мобильному телефону спросить бы, Павел, апостол, ты согласен с этим? А тогда только духовно можно было. Они молились, и он сказал, я с вами. Я с вами. Вместе с моим духом вы это все делаете. Ну, то есть как бы сердцем, да? Сердцем, да. То есть они знали его состояние, и он говорит, я с вами. Единодушен. Проголосует за исключение из общины, из церкви этого негодяя. Хорошо, спасибо. Ну, я так примерно представляю. Вот еще вопрос. Это не по Библии, правда? Меня просили родители спросить, могу ли я заявлять, что они не в церкви? А кто они, родители? Они по вероисповеданию? Да. В аптикстве. Конечно, не в церкви. А при чем тут родители? Вы должны заботиться о них и говорить правду. А как она может быть церковь, если нарушены самые главные установления Христова? Нет епископата. Это они сузили все. Узы взгляда на истину, это секта. Вот. И они услышали, кто верит во Христа, спасется. Ну, и что? А вера без дел мертва. Почему вы не берете дальше-то? Что бесы веруют и трепещут? Ну, а спроси, когда в первом веке были такие, чтобы сами по себе пять человек? Ну, не нравятся все. Раз организовались. Не было это. Второй век не было. Третий не было. Возникли это уже в 19-17 веке. Какая же это церковь? Вы в первую очередь им это обязаны сказать. Я скажу, в любом варианте вас будут чтить, но в ереси вашей поддерживать вас не могу. Вы вне церкви. Вне церкви нет спасения. То есть это не оскорбительно, ой, не оскорбительно, да? Понимаете, тут надо перешагнуть эту грань. Вот она приметнее, приметнее. Вот в моей семье они верили так. Жили без поповцев и без священства. И я стал говорить. Говорить, делом показывать. Мама пчеловод. И она загадала, прав Игнатий или не прав. Нам каждому сыну, у нее пять сыновей, пять дочерей. И она по одной колодке отдала. Она говорит, что мед соберете, какая пчела, тому и отдаст. Отец также пастух. Каждому из сыновей там по одной вещке. Вот что от нее объягнется, двух-трех принесет. Вот это твое. Ну, вроде как. Ну, и надо мне колодку дать. А я сделал такая никультяпа. И Рой небольшой, мать, посадила ее. Проверить, правильно это или неправильно. Это нельзя. Но иногда делают так, как этот Гедеон. Роса будет на шерсти, не будет. Вот это загадывают так. Она помолилась. Она глубоко верующая была. И помолилась. Скажи, неизвестно от чего Рой умножился. Она говорит, мать, проходит дня три. Залитое все медом. Я только откачаю опять. Опять. Проходит сколько там неделя. Снова все. Заполнены все соты медом. Она второй магазин сверху называется. Ставит еще двухэтажный. Все заливает медом и все. Я приезжаю на сыночек. Что с моей пчелой-то сделал? Пошли в соседнюю деревню. Там их наставники живут. Я говорю, ну пойдем. То есть они священства не имеют. Сарабрятся. Пошли. А их никого дома нету. Они гуляют. Потому что праздник был. То ли 1 мая. Или День Победы. Ну и когда обратно шли. Я пел ей песнопение. Песнопение. Я знаете. Баптистские. Такие понятные. Простые. Зайдем на Голгофу. Мой брат. И вот как только деревня моя появилась. Место стаканехов. А просто перегиб земли где-то. И в это время посетил Господь. Вдруг как молния сияла матери на сердце. И мы вместе с ней склонились на колени. И она отдала свое сердце Богу. И все. Видите как. А если бы я не молчал. Не заботился. Не говорил. А дальше пришла сестра. Пришел брат. Он сейчас священником. Отец Аким. Нет церковь. Нет церковь. Постоянно повторяйте. Вы не церковь. Вы хорошие люди. Все. Граждане. Космонавты. Спортсмены. Кто угодно. Но. Быть настоящими церковными людьми. Верующими. Вы не можете. Потому что у вас нет епископата. Это то. На чем все базируется. Где епископ. Там и церковь. Это еще Игнатий Богоносец говорил. Игнатий Богоносец. Это младенец. Которого Христос брал на руки. И говорил. Таковых из царства Божия. Епископ. А. Дальше. Что с ним будет. Его арестуют. Его предадут. Христиане могли освободить. Его увезли в Рим. И отдали львам. Это мученик Христов. Ну и что. Это не то, что вы говорите. А. Пузатый. Поп. Плитут. Они не знают ни биографии. Ни жития святых. Вот у нас жития святых. Это только большие жития. 1173. У них ни одного. Ни одного нет. И заметьте. Какие брошюры они считают. Баптисты. Адвентисты. Ни Иоанна Златоуста они считают. Ни Поликарпа Смирского. Ни Иринея Леонска. Ни Блаженного Августина. Ни Киприана Карфагенского. Намертво на 100% отвергают. А что. Бакмелдеры разные. Там это все. Что только сейчас есть. Карева. Вот это. Каргаля. И вот каркают с ними. До них еще не было. Разве на земле веры. Но почему наследие это отвергают. Вот мы поем. Вот сейчас я выставил ролик. Тут в Потеряевке день. Вот это воскресенье было. У нас. День деревни. И там поют. Баптистские песнопения. Хорошие. Мы поем их. Вот. Они ничего не берут. Они не понимают. Почему. Сатана не допускает. Да ты свои проповеди. Ты то что там надсажается. Стоит там. Все тут. Где проповедуют. Там вон то бегают. Они все бегают. Баптисты. Они стоять не могут. Почему патриарх не бегает с микрофоном. Да и никто не поверил бы что он бегает. Они бегают. И подпрыгивают. И падают. И катаются. От баптистов отростки. Все. Сатана. Навертел им. Спокойно. Четко. Ян Златоуст потрясал. Буквально империи. Ничего этого не имеет. Ну ты один раз прочитай. Возьми притчу о десяти девах. Просчитай толкование. У них нетерпения. Ничего нету. Как говорится. Черви в одном месте. Ко мне приходили баптисты молодые. Решили узнать толкование. Я начал Златоусты считать. Они не могут. Они глазами озираются на иконе. Ну а чего он тут не говорит? Ну он делает вступительную часть. Он поясняет откуда слово Девы. Все. Они не могут. Верхогляды. И едва-едва досидели. Ну я тогда концовку взял, просчитал. У вас трища-то толкуется неправильно. Заснули всем. А что заснули? Духовно ослабели. Уснули. Как духовно-то? Когда они вошли в рай. Одни ушли, другие нет. И он их не упрекает за то, что уснули. Написано, как он замедлил. Вы почему это не берете? То есть уснул Павел. Уснул, умер. Уснули все. Почему он замедлил? Две тысячи лет нет. Они ничего не понимают. А что такое елей, масло? Масло это Дух Святой. Дух Святой на базаре не продается. Идите на базар, говорит, на торжище. Они ничего не понимают. И это толкует в книгах своих. В одной притче я дошел больше десяти вопросов, которые они не могут ответить. Что означает полночь? Что означает крик, раздался крик? Где об этом крике написано? Я говорю, а у Экклесиаса написано? Они не знают Писание. Сектанты они вообще не знают. Они знают определенное место выбрать и все. Бог есть Дух. Таких поклонников ищет. Не требует служения рук человеческих. Не сделает изображение на небе. То есть набор, как цитатник Мауза Дуна. А как вы тогда, смотрите, здесь же правило. С еретиками не молиться. Не молиться. Вот знаешь, что еретики, не молиться. Церковь постановила, не молиться. А я молился. Меня видят, я молюсь с баптистами. Как молиться? Мы считаем очень наши. Мне дали молитву просчитать. Сказать. Мы едем в пути, заехали. Важные люди. Когда-то я там останавливался. Молиться не соглашается с их ересью. Бывает так молятся. Во имя Отца и Сына во Святом Духе. Такого нету нигде. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. А не во Святом Духе. Не во Святом Духе. Он вочеловечившийся. Христос не во Святом Духе. Такого нет выражения. То есть они обманывают. Надо внимательно смотреть. И поэтому, чтобы тебя они не затащили куда-то с ними, вместе не молись. Тут было как-то они решили молиться. Меня пригласили за мир во всем мире. Я думаю, один раз схожу. «Новая жизнь» называется. Это их названия нет. А у нас в соседнем районе газета района «Новая жизнь» называется. То есть они еще увидят все благословения. Все благословения. Апостольская церковь. Апостольская церковь. Ну сколько словаре слов у Ожигова есть, столько и сект. И вот стали молиться. Ну а у них маленький коридорщик. Я вышел с братьями-то. А почему мы молимся? Я говорю, нам нельзя с еретиками молиться. Мы отвернулись в другую сторону. Просчитали «Богородица Дева радуйся» своими словами. Наконец все время помнили это. Какие мы. С нами даже молиться нельзя. Кто-то к Богу пришел. Нельзя. Церковь постановила. Вы еретики. Еретики буйные притом. Отвернись в другую сторону. Пойди в другое место. Возьми, начинай кланяться. Если они молятся, а ты поклоны совершай. И они сразу будут стараться, чтоб тебя там не было. Сатана не будет давать им. Они поклонов как огня боятся. Крестное знамение правильно на лоб, на чрево. Вот где пуп у тебя. На правую руку, на левую. И поклон делай, чтобы рука могла пол достать. Не доставай. Господи, взываю тебя в своих родителях. Откроем истину твою. Опять новый поклон. Я благодарен. Какие у меня хорошие родители. Откройся им, дабы они не погибли. Опять поклон. Они будут льнуть к твоей молитве. Они будут любить тебя. Они похвалятся верой сына своего. И может быть придут ко Господу в церковь Христову. Ага. Такой еще вопрос по Библии. Мне просто очень интересно узнать православное толкование одного отрывка. Может показаться, что я, знаете, мусолью эту тему о Духе Святого Крещения, но все-таки все моменты хотелось бы уже добить, если так можно сказать. Посмотрите. Лефесянам 1.13. В нем и вы, услышав Слово Истины, благовествование вашего спасения и уверовав в Него, запечатлены обетованным Святым Духом. Читал и наткнулся. У церкви это, естественно, миропомазание. Елеопомазание есть. В церкви все время идет помазание Духом Святым. А кто его знает? Ну, как не знает. Церковь установила. Особый состав готовится. Ты считай, как уливит, как приготовляется данный состав. И он может, если кто сделает подобное, да будет предан смерти. Это в Ветхом Завете было написано. И сейчас. Мира это может быть только у епископа. И дает он сколько для крещения священнику. Это приравнивается к возложению рук. Потому что возлагать руки епископ везде не может. Потому что церковь Христова расширилась. Запечатлены Духом Святым. То есть это печать. Вот будет печать от Антихриста. Это печать Духа Святого. У пророка Иезекииля об этом говорится. Пройди по городу и запечатлей. На ком печать будет, тот останется живой. Так вот смотрите, как написано. Услышав и уверовав. И уже как бы запечатление сразу. Ну как, так и написано. Покайтесь, запятая. Покайтесь. Нельзя каяться и не уверовав. И так понятно. Деяние апостола 2 глава 38 стих. И докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов. У сектантов нет прощения. У них просто обещание Богу доброй совести. Они не верят в это. Они вообще не верят в Священному Писанию это. Запятая. И получи дар Святого Духа. Дух Святой коснулся. Он уверовал. Он принял крещение. А получение Духа Святого заисследует только на третьей ступени. Бог так установил. Он спрашивать не надо. А почему в этом направлении Солнце восходит. Земля крутится. Это вопросов можно оставить миллион. И все они глупые. Почему на лбу волосы не растут. А на бровях растут короткие. А там длинные. Почему? Бог так устроил. И ты должен согласиться с этим. Не выщипывать их. Не брить. А вот я думаю смотрите. Тоже такая привычка еще осталась. Думать. Своё мнение. Но все-таки тут знаете еще написано как. В нем и вы услышав Слово Истины. То есть в нем уже как бы во Христе. А Христос глава тела церкви. Да. То есть выходит в церкви, да? Не в церкви. Здесь о церкви не говорится. В нем. Мы ни одного слова не имеем права подставлять. В нем. А он глава церкви. А дальше. А он судья всей земли будет. Здесь ничего не надо говорить так как есть он. А как? Что воображение должно отсутствовать? Нельзя воображать. Святые запрещают. А как он там сидит? А как там вокруг? Нам это не дано. Мы должны верою постигать. Это как? Не знаю. А потом откроется как есть. И увидим его только тогда. Тогда страшно сказать. Говорит. Его увидим как есть. Эти вопросы, они должны с благоговением обходиться. Бог закрыл их или нет их. Определенное когда это будет? Он говорит, не ангелы не знают даже. И по-человечески не сын у Марка написано. Хотя по божеству он знал. Мусульмане за этот стих хватается. Бог он или не Бог? А как он не знал? Они не понимают, что он Бога человек. Как человек, он говорит, да минует меня щаше сия. А как Бог говорит, да будет воля твоя. Не моя, но твоя. Я просто пересматривал старые беседы с вами, там где мы говорим, и я задал вопрос, как влияет нравственная жизнь священника на совершаемые им таинства. Вот и... А вы вопрос задаете? Нет. Просто как бы вы тогда не поняли, что нравственная жизнь это понятие... Никак. Совершенно никак. Он может быть даже не участвует. Ангел делает. Но пока он не запрещен, ни один человек не может сказать, что нет таинства. Пока он не обрещен в грехе и пока его епископ не запретил. А иначе мы будем ко всякой мелочи придираться и решать за Бога. Мы о нем уже решаем-то. А что мы знаем об этом? На таинство не влияет никак. Никак. Даже если он грехами своими... Иуда не один в один день стал. Он воровал все время. Написано, ибо был вор, а был апостолом. И Господь на двенадцати говорит, в престолах сядете. Это оставалось за ним до конца, пока он не повесился. И из него исцелялись люди. Бесы изгонялись. А он вор. Да Бог так делает. Бог. И Исаул. Саул-убийца. Саул-палач. Милитарист. Ну вот, говорит, на него нашел Дух Святой. Он целый день лежал раздетый и пророчествовал. И вошел в пословицу. Неужели Исаул во пророках? Да как так? Никто не знает, как так. А Элдат и Мадат там остались в стане. И на них сошел Дух Святой. А Иисус на вин поревновал. Говорит, запрети им. Он говорит, если бы и все исполнились, как бы я рад был. Это Бог делает так. Он делает незначительно. Выставляет. То есть, через его руки, да? Бог так сделал. Если Бог сказал, значит так. Ну, допустим, ну, мы сказали бы, избрать вождем народа. Нужно было бы речистого такого человека. Такого, как Соломон, как Давид. А Бог избирает заику. Косноязычного Моисея. Он говорит, я не могу говорить. Он говорит, у тебя брат есть. Я тебя буду передавать, а ты ему, он будет говорить. Ну, нельзя, Господи, напрямую, чтобы Аарону было. Зачем тебя спрашивать? Нельзя. Канал только один открыт. Через Моисея. Да как так? Все, ты неверующий. Отойди в сторонку, не мешай себе. Весь ответ. Неверующий Богу. Ничего не имеет. Бог так установил. Это его порядок. Он назначил Моисея быть, как сегодня говорят, контактером с Богом. Вот приходит к нему, а дальше он передает брату. Ему там прозаикался малейко. Ты-ты-ты скажи, па-па-па-па-па. А тот народу передал, как надо. Он, конечно, нынешним был. Но почему его избрал? Там же сколько было людей, хорошо говорящих, ясных глаголящих. Вопросы никто не должен задавать. Избранник почему? Бог нашел кроткое сердце, кратчайшее из всех. И говорил с ним лицом к лицу. Вот как Бог любит. Бог смотрит не на вид, а на сердце, когда избирал Давида. А отец-то Есей по одному семь сыновей подводит. Все высокие, стройные. Все. Никого больше нет. Да как же так? Бог сказал у тебя в семье. Да у меня там есть один, он пастет, пастушеных. Но он его ни во что не ставил-то. А он и был избранник Божий. И когда позвали его, он его не стал помазать. А возлил на него обильно из рога. Масло текло. Тут везде весь в масле был. Возлил. Приз, обильная благодать. Как на Елисеев, двойнейшем на Илии. А почему он, Елисеев, пришивый был такой невзрачный? Не надо задавать вопрос. Не гневи Бога. Я примерно помню. Спасибо. Так, о крещении. Я вот зашел недавно в храм один. И попал на крещение. Молодец. И знаете как его крестили? Не погружение, но и не обливание. То есть, садили воду и как бы полностью водой не мочили. Как сказать? Ну, в общем, это считается? Никак. Обман, обман. Написано погружение. Это обман. Они обманывают. Они за это будут отвечать. Надо однажды отрезать и все. Не надо никаких извинений искать. Эти люди не крещеные. Они должны быть крещены правильно. И весь сказ. Выхода другого нет. Никакого. Совершенно никакого. Вот две узкоколейки. У немцев уже, а здесь шире. А Гитлер решил построить громадный вагон. А как они не... Может, расширить надо эти рельсы? Так и здесь. Расширить сердце надо, ум. И когда советские уже войска подходили, снаряды-то подвозить надо. А линии-то не успеют переставлять на немецкой территории. Это узкоколейка, колеса-то поближе друг к другу. Что делать? Там стали придумать, как переставлять. А пришло время, стали перекладывать сколько можно рельсы. Так и здесь. Надо сердце расширить и принять. Шире, шире колею сделать для Бога. И тогда обильно будет благодать Духа Святого. Я никогда этих вопросов не задавал. Я всегда искал ответ в Священном Писании. И Бог открывает сердца людей. Вначале человек, бывает, не понимает. Потом что-то доходит, а потом принимает. А бывает, сразу примет. Даже опытные священники, там, епископы меня спрашивают, как бы, перенимая опыт, а как лучше объяснять. И потом я говорю, нет, сначала бери и считай прямо по синодальному переводу. Да с повторением. И запиши, чтобы человек мог заучить. А потом дай толкование. А ребенку, как вот пишет Детская Библия. Никаких детских. Ребенок должен услышать слова. Они понятные. Они пусть будут в нем. Израильский ребенок, он учился именно так. Слова эти, Закона Божия, были написаны. У него здесь специальные повязки. В коробочках они их хранили. На косяках дом. Дома везде писали. Не в свободном изложении. Нет. А прямо от буквы к букве. Ни одну букву не изменяя. Не уменьшая. Я это понял сразу. И поэтому Бог дает знания согласно твоей веры. Вот так. Мне может быть в памяти помогло. Не только память была. Я занимался иностранными языками. Изучал. И слова записывал. Вот тетрадный листок в клеточку. Обыкновенно. Я его пополам перегибаю. И теперь в таком поперек как бы пишу. На одной стороне в каждую клеточку. В другой. В третьей, четвертой. На одном листике. Это сколько слов вмещается. Я сразу стал записывать места священного писания. Стою на вахте. Раз. Просчитал. Там на корабле когда работал. Никто не видит. Порой за платочком полез. Я поэтому. Многое запомнил. И тогда Бог наполняет душу особым светом. Кто разговаривает. Я думаю. А как это место писания подтверждается. Место писания. И у меня. Где бы я ни говорил. Они говорят по своим. А я мгновенно. Из разных мест. Из пороков беру. И выстраиваю. Как будто. И читаю по Библии. Мне удивляется. И профессора там. И все. Как это может быть. У меня вот стихотворение написано. Каждое стихотворение. Девять куплетов. Девять. Это по четыре строчки. Тридцать шесть раз. И напротив каждой строчки. Место писания. Откуда мысль взята. А то вообще таких стихов. В мировой практике не было. Каждое стихотворение. Это тридцать шесть раз. Надо Библию открыть. Да это не может быть. Может быть. Мне один начал говорить. Вот. Надо же таким умным быть. Так это написать. Я говорю. Так это мысль то я взял из священного писания. Говорю. Тогда еще умнее. Ты знал откуда взять. Смешно до того. Я старался принизить себя. И таких стихотворений у меня. Не два. Не три. А три тысячи. Четыреста шестьдесят семь. Как это может быть. Понятия не имею. И главное. Что черновики сохранились. Ни одной помарки нету нигде. Нету. Просто писал как будто с листа. Как это может быть. Любовь к Богу. И Бог открыл двери. Я говорю. Открою. А люди которые слушают. А вы хвалились. Они не понимают. Они беснуются. Когда слышат. Что Бог щедр. Что ему. Мне открылся. А ему нет. Я ежедневно славлю Бога. Вот у нас только один приехал с Украины. Ну и со мной пока тут пожил. Он пока оформлял документы. Переехал совсем. Вот. Ну а потом в Потеряевку поехал. И там видят. Что там уже заняты. На работе-то как. А здесь у меня проходит. Сейчас полтора. Мы на молитву. Проходит на молитву. Он приехал. А там. Молитвы-то. Такой-то уже нету-то. Я вот смотрю. Он маленько молится. Мы только чуть-чуть. Он за нами уже скрылся. Опять молится. А тут говорит не так. Он уже ухватил. А побыл всего один месяц. Никогда у него этого не было. Недавно уверовал. И он понял. Не меньше семи раз в день надо остановиться на молитву. Не меньше. Вот. И вот сто поклонов. В каждый раз. Чтобы не меньше сто поклонов. Не считая три святоя своими словами. Как. Опыт. В любом вопросе опыт. И при том его надо закреплять все время. Но сегодня у меня очень напряженный был. И у меня. Ну. До обеда четыре раза только помолился. Обычно должно быть пять. Сейчас я выгадываю время. К пяти часам я заканчиваю дневные молитвы. Каждая не больше семи минут. И я вижу, что я уже в график не вхожу. Почему? Были люди. Много по интернету отвечал. Прямо. Перенапряженка у меня идет. Но я все равно. К пяти часам вложусь и семь раз. Обычно девять раз бывает днем. Не считая утренней и вечерней молитвы. Я опытом делюсь. Я знаю, как сатана летует, когда услышат. Закрой дверь. Я говорю, ты закрой рот для холлы. У тебя лучше получится. Да открой глаза. И тебе Бог откроет. Слепцы. Я в Боге. И ты уже не можешь ко мне подходить. Не можешь чваниться. Потому что молящийся не подсуден земному суду. Он разговаривает с Богом. Запомните это. Если даже будешь женат. Ты там. Жена будет что-то. И вдруг встала на молитву. Замри. Упади сзади. Понимай. Она первого начала молитвы. Ты можешь только сзади стоять уже. Если она разрешит. То встань справа от нее. Чтобы она была слева. Знаете. Жизнь такая интересная. Вот посмотрите. Последние ролики. Тут я выставил их. Подряд наверное. Штук семь. Почему тут. К нам архиерей приезжал. Вот кто на нас будет говорить. Там баптиста. Или сектант. А вы покажите. Покажите. Вот сейчас. Наша митрополия. Он митрополитом будет. Наверное. Скоро его рукоположат. Епископ Сергий. Приехал. Приехал в воскресную школу. Послал сюда. Вот священники. И у нас молятся. Совершает службу. И какой концерт. Это все на нашем ютубе. Вы последний посмотрите. Вы не оторветесь. Как идет служба. Я снимал в алтаре. Обычно. Люди в храме снимают. А в алтарь. Кто пустит. А я. Имею право входа в алтарь. По благословению епископа. Я не мирянин. Просто. Я чтец. И я там оттуда. Там стоял. И снимал. Но священники. Толпятся вокруг. Так я из-за них. Прям вылазил аппаратом. И все снимал. И вы увидите. Как в алтаре в это время молятся. Как ведет себя епископ. Священники. Это. Я не знаю. Часто ли такое показывают. А один аппарат снимал там. И теперь мы соединяем вместе. И показать. Вот как она идет. Сегтантов ничего нет. Как один говорит. А у них ничего нет. У них говорит. Вера как оглобля от коня. Голая. Ничего нет. У них не рассветший жезл. Моисеев. А я цитату слышал из Ватаулска кажется. О молитве. Он что-то вроде того говорит. Может вы мне напомните. что если мало молишься. О великих деяниях в своей жизни. Можешь забыть. Нет. Не помню такого. У нас смысл понятен. Ну. Как мало молишься. Я даже не знаю как это. Мало молишься. Я не могу этого понять слова. Почему? Оно не мечтается. Кто-то сказал бы ты мало дышишь. Ну как я могу мало дышать. Я или задохнусь или как. Вот сейчас мне один задал тут вопрос. Говорит. А почему вы в тюрьме брили бороду? Во-первых я не в одной тюрьме. А в тюрьмах был. Пять тюрем. И нигде не брил. И писал заявление. Прокурору по надзору. А как только суд вынесет решение. Сразу уже не запускает в камеру. Пока волосы не снимут. Ну у меня уже очень тесные отношения были с прокурором по надзору. Там полковник. И полковник тюрьмы был. Вот. Соломин Александр Семенович. И он сделал так что меня не трогали. Не трогали. С бородой я ушел в лагерь. А в лагерь уже там никто не разговаривал. Уже все. Я новый человек. У них устав. И по уставу они меня. Я не прикасался. Они сами делали. Я сидел плакал. А меня стригли. Стриг один. Интересный был. Щищенец. И он. А в это время расстелили простынь. Чтобы волос падал только на простынь. Замполит пришел. По политической части. Вокруг меня сколько стояло. А я плакал. Сидел. А он снимал. Говорит. Аллах меня не накажет что я. Я говорю. Да ты подневольный человек. Он заключенный тоже. Зэк. Я потихоньку бороду эту собрал. Все разрешили. Я его в платочек завязал. И сейчас пишут. На случай страшного суда у Игнатия две бороды. Статья такая. Она у меня помещенная. В книге. Для слова Божия нету. А я хотел спросить. А как так вышло по бороде? Вроде такой вопрос. До этого не задумывался. Вроде странно. А ведь действительно. Бог не напрасно так сотворил мужчину. Что у него растет борода. А женщину иначе. То есть. Это все. Как сказать. Такая задумка. И как так получилось. Что. Это сейчас отрицается. Если у мужчины не растет борода. Это говорит о том. Что он ем. Кастрат. Кастрированный. Семеники вырезанные у него. Вот. Это ненормально. У женщины если растет борода. Бывают такие. Редко. Но бывает. Это значит. Что там с гормонами. И площадь. С половыми органами непорядки. Это ненормально. Ее в кунсткамеру можно помещать. А мужчина сам себя. Скоблет. Ей совидное лицо. Ты посмотри на иконы. Я баптиста спрашиваю. А вы признаете. Что Гюстав Доре. Это лучший иллюстратор Библии. Все до одного говорят. Да. Прекрасно. Ну найдите там бритого хоть одного. А писал католик. Сам бритый. Католический. Художник то. Гюстав Доре. И все до одной. А это не две. Не три. Только в одном этом. Иллюстрация картин. 230 картин. И ни одного бритого. Еще тебе непонятно. Ну римского воина где изобразил. Он говорил как есть. Посмотри картины Репина. Сурикова. Поленова. По порядку. Которые были известны хорошие. Большие художники. Передвижники. Много рисовали. Нигде нет чтобы рисовали крестьяна без пояса. Все подпоясаны. Все с бородами. Все до одного. Даже рисуют когда там партизан или люди. Называется не замай. То есть не трожь. И они там в лесу стоят там с вилами там против беглых французов то. И все до одного. Бороды там такие. Ну и что там говорят. Возьми. Иван Грозный убивает сына. Сына убил. Молоденький он совсем. А он с бородой. Я говорю вот посмотрите. Союз борьбы за освобождение рабочего класса. Во главе уже стоял Ульянов Владимир Ильич. Самому старшему ему было 30 лет. Все до одного с бородами. В учебниках также. Кармаркс. Фридех Энгельс. Да сам посмотри на них какие они были. А теперь у него отец Илья Николаевич. Он инспектор училища. Это большая должность. И с такими же он там подчиненными. И все до одного. Без бородов ни одного нет. Так это уже время после Петра Первого. И люди многие еще носили. Посмотри Достоевский как он выглядит. Лев Толстой. Но я не придумываю. Ты просто посмотри Некрасов. Посмотри. И ты увидишь. Разница большая. Или Пушкин там одни бакенбарды оставил. Еще к чему. Вот. Другого там усы. И смотри там какой этот богохульник. Маяковский. Как он выглядит. И чем он закончил. Эти люди умирали. Исповедовались. Просили у Бога прощения. А эти пули в лоб себе как Маяковский. Никого нету. В ад пошел. Борода это естественно знак власти. Над женщиной ты глава. А у нее платок. Борода это красиво. Скрывает морщины. Особенно у старого. На щеках нигде ничего нету. Я просто так подумал. Знаете. Одно время считалось наоборот. Брится стыд. А сейчас выходит все обратно. А сейчас в Америке везде. Борода пропагандируется как. Как Дугин он говорит. Там даже Стерликов. Это никакой не мужчина без бороды. Там называют нехорошим словом только и все. Это подкаблучники. Это блудники. Человеку-то естественно. Посмотри на иконах. Пройди по храму. Посмотри всех. Николаича натворил. Златоус. Василий Великий. И у них описывается какая борода. Я о бороде материал даю. По житиям святым. Я вот на военном билете уже был с бородой. С бородой. А вам борода путь преградила где-то? Да нигде. Нигде. А где преградила это к лучшему? У меня мысли были. Я закончил институт международных отношений. МГИМО. Я уйду за границу и там останусь. А теперь-то поездил по заграницам. Насмотрелся. Не приведи Бог. Хуже тюрьмы. Да нигде лучше нет как у нас дома. Особенно это время нынешнее. Такая свобода. Иди проповедуй. Говори. Вот. Мы поездили. Увидели кое-что. А вот знаете. Я с мамой поговорил. Решил спросить. Как меня в детстве крестили? В погружении или обливании? И оказалось, что не в погружении. Нет. На сто человек, которые ко мне обращаются, они узнают все сто процентов не крещеные. Все. Ни одного нету. Вот пришел, который, допустим, из старобрядцев, это единственный крещеный. Попы все извратили. И они будут за искажение веры сурово наказаны, как Серафиму Саровскому было показано. Бог говорит. Я их накажу. Тяжко накажу. Потому что они уклонились от чистоты православной веры. Они не верят в Бога. Еще спрашивать. Но вот у нас, которая знакомая, у нас бритых священников нету никого. В прошлом году тут с архиереем были. Я говорю. Какое вы имеете право семинаристов заставлять брить бороду? Вы его творили из человека? Нет. А зачем его распоряжать? Из чего вы и епархию? Вашего нельзя заходить. Это Божья епархия. Бог сотворил. Бог, не ты. Ты бы, может, сотворил по-другому, но сделал на голове, чтобы удобнее выхлопные газы сделать. Но Бог вот так сделал. Да. А как же у католиков, смотрите? Безумие. Я тут объясняю одно время. У меня голубенок был. Он маленький, вырос прямо на руке у меня, считай, был. Я стал летать по комнате, садиться на руку. Я возьму, в ухо положу две семечки подсолнечные. Он тоже клюет. Ну и рассказывает, как папы-то там были разные. Один там связался с блудницей, а она даже сказала. Ты сбрей бороду, тогда допускать буду. Ну а как это сделать? Вот он один, бритый-то. И он приучил голубя, который клюет. И потом сказал, мы должны быть как ангел. А ангела, воборот, нету. Мне Дух Святой во время службы слетел голубь и в ухо говорил. Я его приучил, показывая, рассказывая про это и показывая, как город. И стали бриться. И папа говорит, мужскую городу, красоту, данную Богом, променял на подпупную женскую. Понял о чем речь? Это серьезно? Ну вот так написано. Я не знаю объяснение, так или не так. Но у них есть Сиксинская Мадонна. Папа Сикс с бородой. Это, ну кто же? Рафаэлева картина-то? Католик пишет, что он не нарисовал папу без бородого-то? А папа Сикс с бородой. Ну Сиксинская Мадонна. Картина номер один на весь мир. А вот крещение у католиков, смотрите, как? Вроде не в погружении или я не знаю? Какого погружения? Там кисточки кропят и все. Такая разве... Никак. Не надо говорить никак. Одно слово – безумие. Никогда мы с этим не согласиться не можем, ни данных никаких нету. А для чего небрежения? И ты посмотри, когда крестят правильно. Я ссылаюсь на то, если бы были баптисты в церковь, вот они иногда собирают на крещение с разных областей, и там сотни две. Все одеты в белую одежду. Четыре, которые себя пресс-фитерами выдают. Но они никто, лже-пресс-фитеры. Они в воде стоят, подходят люди, они их там всех опрокидывают. Ну, давайте все это скроем. Если бы по-настоящему-то были, погружали бы вертикально вниз-вверх и были рукоположены. Придумать даже нельзя. Такая красота. Бывает над ними там... Нет, у меня комары летают, я отмахиваю их тут. Вот. И какая бы красота была. А у православных-то тоже ничего нет. Раз, вот там хлопнул ленький. Нам на это не надо глядеть. Вот у нас будет 12 июля. Июля. Крещение. Если Бог даст, доживем, все благополучно будет. И мы опять выставим ролики. Прямо в озеро сходит священник. И люди, одетые в белое одеяние, по одному заходят туда. И дальше он считает. И остатки, что требуется перед этим. Все высчитывается, вода освещается, водное естество. У нас по полному чину крещение идет. У нас крапленого или там обливанца ни одного нет. Ни одного. Так а мне что делать? Можно найти где-то в Харькове? Что можно? Где меня докрестили. Ну, докрестили. Я не понял. Не понял, что вы хотите приехать к нам? Ну, если бы вы были рядом, были рядом. Должно быть два ходатая. Я бы за вас был ходатаем. Больше никто вас не знает. Ходатайствовать. То есть, петицию как батюшке подписать. Что я его знаю. Он серьезный. И в своей семье. И он так вот. Вот такое дело. Но раз вы далеко, ищите там. У нас издалека приезжает креститься нынче. Из Франции. Из Франции. Это подальше вашего. Видите как. У нас из Одессы были. Из Прибалтики. Откуда только они пишут. Так. И как мне жить? Я не знаю. Смешной вопрос, но... Помолитесь как. Я маршрутку вам высылал? Маршрутку? Маршрутку. Как ехать? А, нет. Я тогда пошлю вам сейчас. Тут под этой. Под этим роликом-то. Ну, когда я его выставлю. Может быть дня через два. Потому что у меня в очереди они ролики стоят. Вот. У нас вот много материалу. Я вам выставлю его. Маршрут. И вы посмотрите. Ничего такого нету нигде. С Дальнего Востока. У нас откуда нет. Приезжают там из Красноярска. Нынче хотели приехать. Приезжали из Красноярского края. Крестили здесь. С Казахстана. С Киргизии. Ну, то есть отовсюду. К нам приезжали с Аргентины. С Израиля. С Греции. Ну, эти просто в гости приезжали. Вот смотрите. Крещение в полное погружение. Это ведь постановление Вселенского Собора, да? Шестовое. Это постановление библейское. Библейское. Слово крестить означает погружать. Тауфан. Баптизм. И Евнух и Филипп сошли в воду. Оба сошли в воду. Еще надо еще. И всегда так было. И первая церковь Христова всегда крестила только в полное погружение. Об этом и в Дидахе написано первоначально. А если нету? Если нету. А как нету? Куда я делал? Тогда в стоящей воде. Вот у нас как протощи нету. А если этого нету? Тогда в большом сосуде. Баптистерия называется. А если этого нет? Этого нету тогда, когда как-то нету. Ну, в тюрьме находится. Или человек раздавленный лежит, тронуть нельзя его. Тогда на него как-то рубашку там разрезать, снять или как и три раза полностью облить. Это на четвертом месте. Сегодня ничего не делают этого. Попы-разбойники в данном случае, которые делают неправильно. На пути в Сихем. Сами думайте, смотрите. Это дело спасения. Как еще Калинин говорил. Спасение трудящихся, здоровье трудящихся. Дело рук самих трудящихся. Для меня вопрос никогда не стоял. Мне надо было. Вот у нас раньше было Библию достать. А Библии нету. И сказали, что в Ленинграде, там Библия экземплярная. Мы там, кто сложились, как... Человек полетел в Ленинград. Приехал, но уже не дождались. Библию отдали. И только на второй раз уже человек получил Библию. Представь, какие путешествия. А мы на Алтае живем. Ни перед чем не останавливались. Вот нам нужно было, чтобы люди познали истину, которая открыта. Мы прошли от Владивостока до Лиссабона. От Владивостока. Прошли Скандинавию, Прибалтику. Прошли Турцию. Мы ни перед чем не останавливались. Сейчас я все вспоминаю и прям содрогаюсь. Неужели это мы... Гляжу фотографии. Ужас находит после времени. А почему? Там доверились. Мы как на крыльях летели. И при том, почти самое главное, что русское производство машина-то. На ней, говорит, от дома на 100 километров можно ездить-то. А мы махнули от океана до океана. Все говорили, вы ненормальные. Вы сумасшедшие. Ну да, конечно. А Бог так сделал. И сломалась она в Швеции. Мотор полетел. Шестерня в моторе. И все равно доехали. На эвакуаторах тащили. И через Литву в Калининград там отремонтировали. А потом до Нижнего Новгорода уже на заводе там отремонтировали бесплатно. Такие встречи были. Иначе бы мы там никогда не были. Ни в Калининграде, нигде. А через поломку мы везде были. Познакомились с новыми людьми. Поэтому я благодарю Бога за здоровье. За болезни. За друзей и за врагов. Написано, за все благодарите. А как мне быть по отношению теперь к Таинскому Сыркову? К причастию, получается, допускать нельзя. Конечно нет. Если вы не крещеные. Вы поставьте задачу сейчас не о причащении. Найдутся люди, которые ничего не знают. Они будут тебя подталкивать к этому. Никогда на это не идти. Кто не рассуждает о теле Господнем, тот, если пьет себе осуждение. Которые часто причащаются, они вообще не рассуждают. И они как бесноватые, злобные, как демоны. Они не имеют мира в душе ничего, в меня всыпляются. А вы не причастились. Архиерея был, у вас веры нет. Я вижу бесогоны. Они Бога не знают. Я слышу, как беснуется, скачет. Я молюсь за него и все. Тут есть такой Руслан Покровский. Они Бога совершенно не знают. Вот один, ни одного друга нету. Хвалился, что я ни с кем не хочу знать. Во-первых, кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха. Когда? Если ходим во свете, как он во свете, и имеем общение друг с другом, он ни с кем не имеет. Еще я буду слушать его. Он никакой. Он изувер. И главное, пакости тогда я его могу закрыть. А он тогда все мои ролики к себе вытаскивает, и над ними теперь пляшет. На своей круге называется. Там, значит, мои ролики еще это означат, если вы их к себе перетаскиваете, и там их начинают расчленять там, ну, пакости делать. Ничего там божественного нет. Там просто демонизм. Но он избран на это, быть в аду. А меня Бог избрал для рая. И поэтому от меня есть что взять, а у него ничего нету. И он понять не может. Он беснуется прямо. Прямо все хорошее где-то сказать, он все равно что-то пакость какую-то скажет. Почему? Бес вошел в уста. Демон. А я ему ничего не отвечаю. Он еще больше лопается. А он не знает, что я молюсь за него. И бывает, а такая вражина, он обратится вдруг к Богу. И он не поймает ничего, не поймет. Почему обратился к Богу? Вы сейчас еще не уходите? Ну, если ничего нет, давайте просимся. Еще кое-что хотел спросить. Значит, получается, те грехи, которые совершал, это было в крещении? В неведении. В крещении все. Постал Павел говорит, Деяние 22 глава 16 стих, Деяние. Встань, крестись и омой грехи твои. Омой. Они омываются. То есть, мне без ебить ему теперь. Все, что ты делал, что у тебя было до этого, все, как будто ты сегодня только родился. Так что, любому крещаемому, любой может позавидовать. Какой ты счастливый. Высшее, конечно, счастье было бы, если бы ты выйдя из купели, умер сразу. Уже не нагрешил бы, сразу на небо. Как Данил Сысоев говорил, быть мучеником радость, минуя мытарство, сразу в царство небесное. Хорошо. Еще вопросы, последние. Тут такое происшествие случилось. У меня у бабушки половинчики живут из-за дома. То есть, ну, вы поняли, да, как устроить дом? Отделены две половины дома, кирпичные перегородки. И эти люди, они, что сказать, не очень благополучные. В общем, они зажигают какие-то смеси и постоянно вонят. То ли курят, я не знаю. Вроде наркоманы. В общем, что-то смеси какие-то делают и вдыхают. Просто я тоже разок там ночевал и, ну, нездоровый такой запах. Запах одурманивающий. И вспать не приятно. В общем, она им замечания делала там. Как быть? Можно милицию выбивать или нет? И просто в такой ситуации милиция, она может... Конечно, можно. Если это наркотики, ну, надо быть уверенным. И какие будут последствия? Они могут вам пакости всякие делать. Они могут поджечь, могут убить. Эти люди ни перед чем не останавливаются. Тут так, ты вышел на тропу войны. И поэтому... Мне приходилось так, когда люди разбойничали, прямо выходить и свидетельствовать. Но Бог так делал, что они не стали мне врагами. По-другому никак нельзя было. У судей не хватало доводов. А они угрожали там все это где-то. И я все рассказал как есть. Почему? Потому что я их задерживал с собакой. Я в уголовном розыске занимался. Вот так. То есть допустимость есть. Нам дано право обращаться в суд. О защите просить. Это нам разрешает наша вера. Апостол Павел, когда угрожали ему, он обратился через племянника. И сразу 470 воинов его перекинули в другое место, чтобы киллера не убили. Ибо 40 человек заклялись не пить и не есть. А если они потребуют какую-то плату? Кто? В милиции. Не знаю. А кто будет требовать? За что? Ну, знаете, без денег же ничего сейчас не делается. Это как взятки. Да нигде я рубля не платил. Нигде. И на это уже не иду. Самое малое. С копейкой даже одна. Даже одной копейки не дам никогда. Я надеюсь на Бога. Вот на днях было, пришлось в очереди стоять с этим, который приехал с Никитой с Украины-то. Я вижу, там неправильного кошка делает. Набирает, там покупает, наверное, им платят. И она в первую очередь подает. Я написал, сказать, позвонил. МОП общественной безопасности милиции. Ко мне приехали, все написали. И дня 4 прошло, уже ответ. Уже начал работать уголовный розыск, видно там. И все. Все эту шатю расшатать. А как по-другому? У меня неоднократно было, даже в последнее время. Вот. У меня телефон этот. И они на этом телефоне сняли деньги. Больше тысячи сняли, когда я ездил. Как будто бы какая-то услуга была. Все говорят, не вернуть. Никаких я стал, разузнал, сначала разведал. А потом пошел к ним. Показал телефон. Вам услугу даем. Какую вы даете услугу? Он у меня не работал. Он у меня сгорел в самом начале путешествия. Никаких. Я написал прокуратуру края и милицию края. Как растеребили. Мгновенно мне деньги вернули все. Вернули. На 50 рублей даже больше вернули. И поблагодарили, что я именно у них в Билайне нахожусь. И все. Один раз возвращаюсь, у меня стационарный телефон. Ну, вот такой вот. 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 И пришел, а уже денег нет. А я всегда плачу за год вперед. Везде. Я позвонил, организация отвечает. Говорит, на вам услуга была. Вы такого-то числа звонили? Не знаю. Может быть и звонил. Когда я работаю по детскому лагере, я кое-где звоню. Ну, требуется автобус или что-то. Ну, а какую вы услугу делали? За то, что ты звонил, за это не высчитывается. Ну, вам услуга была. А какая? Назовите. Какая? Никакая. Ну, бывает старый человек, его надо чем-то утешить. Люди специально, старики звонят. Я говорю, я любого утешать могу. Меня не надо утешать. Ну, я никак на директор Валентина Ивановна никак нет. Я говорю, еще раз звоню. Она выйдет на меня или нет? Да нет, деньги никто не вернет. Ну, порядок. Сказано сделано. Я пошел в комитет по правам человека. Зашел в краевую прокуратуру тоже. Ну, буквально несколько дней прошло. Мне звонят. Деньги вам переведены? Приходит бумага. И эту шарашку, которая у них была, закрыли. А я спрашиваю, тут адвокат у нас, следователь. Я говорю, это для них ущерб. Да еще бы. Им теперь регистрацию не дадут. Все разогнали. Шатю и братья. А то ничего нельзя сделать. Это неправда. Я на все отвечаю. Еще ничего не делали. Я вот иду, там где-то выемка какая-то. В дорожный отдел позвонить. Да ничего не сделают. Через неделю иду, все замазали асфальтом, залили. Но и мы сами делаем. Ветки навесли над тротуаром. Там мы ночью взяли лестницу. Пил, пошли. Все отпилили. Отпилили. Люди ходят и никто не знает, что это. На другой улице пошли. Там все отпилили. Мы не получаем за это ничего. Мы это делаем во имя нашего Господа. Хорошо. Спасибо большое. Слава Иисусу. Все закончилось, да? Да. Ну все, встречайте. Во славу Божию.